Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываем оставлять вот царский лайк и писать, конечно же, комментарий. Также не забудьте поражать подписочку, ребята, это очень важно. А мы, собственно говоря, начинаем. Ребят, начнём мы сразу с очень важной вещички. Я, как и обещал, мы с вами, как помните, в прошлый раз прокачали Фрэнтик Брюд до мифика. Я думаю, что всё-таки приличный мех не должен ходить с легендарками, ребята, это моё мнение. Я считаю, что приличный мех должен ходить чисто с мификами. Поэтому мы сегодня этим и займёмся. Для начала самого, так-то у меня сегодня много чего есть вам показать. Так, 50 тысяч тратим раз. Получаем легендарочку. Естественно, это всё сейчас пойдёт на растопку, ребят. Да, уходит очень много денег на это, но ничего не попишешь. Иногда приходится очень много денег вкладывать, сами понимаете. Так, здесь вообще изи отдаём 4. Ещё 50 тысяч тратим. Уже соточка, ребята. Запоминаем. Запоминаем. Насколько много денег я отдаю. Ну, просто вот так вот за один видос, в самом начале видоса. А чё б и нет-то. Так, здесь, чтобы мне отдать, чтобы мне отдать. Давайте вот эти вот тоже можно, давайте даже вот так вот сделаем. Ещё 50 тысяч. Это уже 150. Ребята, чтобы вы понимали, 150 кэсов мы уже потратили. Смотрим дальше. И, например, чё у меня здесь, я просто заранее прокачал, дезоляция тоже отдаём. В принципе, у меня как бы есть возможность отдать, почему бы и нет. Давайте просто торс отдадим, нам столько не нужно. Ещё минус 50 тысяч. Уже 2 соточки потратили. Но самое главное начинается сейчас. Найт Игл, ребята, давайте вкачнём до мифика. Вот просто, просто на изичах. Так, это отдаём, это отдаём. И ещё один у меня остался. Я, видите, 4 подготовил, а пятый у меня всё-таки нет. Давайте это отдадим, потому что у меня уже один есть. Мне, в принципе, ещё один не нужен. Ну что, ребята, ну, как мифический Найт Игл выглядит, мы, в принципе, знаем. У меня на основном роботе он стоит, но всё равно приятненько видеть мифические дополнительные штучки, так сказать, у себя на роботе. Так, хорошо, давайте я сделаю сейчас ещё вот такую вещь, потому что мне очень хочется, чтобы Найт Игл был хотя бы немножечко прокачан, новенький наш. Так, супер, это хорошо. И, например, вот так вот вкачаем чуть-чуть. Чисто чуть-чуть. Просто, просто, ребят, так, вот так вот. Блин, я просто не хочу оставлять, блин, ну вот видите, заполняется почти что, почти что. Так, ладно, давайте ещё Эпик отдадим. А, нет, тогда уже не будем отдавать, тогда лучше вот так сделаем. Мне просто, в принципе, пофигу на эти Эпики, ребят, потому что, ну, у меня их просто дофигища. Вот, хорошо, хорошо. И теперь можно в Найт Игл это в принципе... А, у меня сейчас денег может не хватить, кстати говоря. Ой, блин, всё-таки проблемы начались, да? Сколько это будет? 60 тысяч. Ну, естественно, естественно. Ладно, 60 тысяч мы где-нибудь сейчас нафармим, это в принципе не проблема. Давайте сразу откроем ящичек. Ну, просто так, опять же. Просто, просто пусть будет. Просто почему бы нет. Ещё один Эпик мы с вами получаем. На легендарку даже и не рассчитываю, как обычно. Ну что, ребят, пойдёмте, наверное, в первую очередь с Титаном сразимся, с моим клановым врагом, скажем так. Так, у нас здесь будет хит Титан, причём, соответственно, вот этого робота. Против, как раз-таки, огненных Титанчик. Эй, игра. Алло. Чё такое? Угу, хорошо, очнулось. Поехали. Против, как раз-таки, огненных... Хорошо. Так, здесь дэмэдж, он вносит, в принципе, неплохой, ребят, но у меня против, как бы, тепловых Титанов всё вообще хорошо. Всё реально. Всё здорово. Так, давайте я так сделаю, чтобы двигать дэмэдж. Нормас! Нормас вносит, ребят, ну согласитесь, вот мне лично пока что всё нравится. Так, давайте сюда и выключаем свой двигатель для того, чтобы... для того, чтобы чувствовать себя получше. Так, хорошо, он сделал интересный ход. Давайте отделяться, плюс вот такой предъявлений. Хорошо, идём дальше. Не, слушайте, ну мне кажется, мы тысячи три должны снять здраво, прям вот здраво. Так, сколько? Две шестьсот. Ну, я тут допустил, на самом деле, одну ошибочку. Давайте я сейчас попробую сделать по-другому. Мне кажется, что сейчас мы три всё-таки снимем. Смотрите. Вот сюда. Сначала делаем таким образом. Мне кажется, это будет более разумно. Теперь снова армор и гильярдер. Идём вперёд. он использует ракетницу. Так, я, наверное, как сделаю? Наверное. Блин, вот здесь не очень удобно получится, да? Давайте телепорт используем. Блин, у меня телепорта уже и нет. Ладно, сделаем так. Идём дальше. О, Фрэнтик, блин, какая же мощность туковина, слушайте. Она реально может выносить прям офигенский дэмэдж. Мне пока очень нравится. Так, давайте с тобой играться. Я не буду здесь получать лекции, потому что в любом случае будет перегрев. не хочу тратить ход. Здесь как бы лучше сдерживать. Слушайте, не, интересный, на самом деле, Титан, потому что я, если честно, пока не очень будет. Пока что я не очень прям допёрну. По-моему, здесь тоже около трёх тысяч будет, скорее всего, да? Да, 3700, даже 4-4, нормально. Нормально. Мы даже отработали, можно сказать, его предыдущий заход. Так, здесь, снова телепортируемся сюда. Всё по стандарту. Он использует в этот раз дробовик даже. Так, идём сюда и армородика. Я, на самом деле, специально так делаю. Я понимаю, что он нас сейчас сильно оттолкнёт. Мы здесь вот используем такой ход. Потому что мне не хочется сейчас перепрыгивать. Нормально. Здесь используем снова франтик. за... Блин, не, нормально. Вносим, на самом деле. Мне очень сильно нравится наш франтик. Ребят, вносить 600-700 дэмэджа, это очень хорошо. А ещё он даже не прокачан на максимум. То есть, у нас ещё впереди много чего ждёт. Так, и вот так, и вот так. Мне кажется, что сейчас вообще под 4000 должно быть урона. Смотрим. Да, почти 355, ребята, изи. Нормально, нормально. Ребят, если вы также со мной хотите сражаться с титанами, обязательно вступайте в клан Ченаски Пауэр. Вот, сейчас я вам покажу названец. Так, ребят, вот, собственно говоря, клан Ченаски Пауэр. Вступайте обязательно, если вы хотите с нами вместе сражаться. Маунтан Скарпион. Кстати говоря, я же вроде бы его уже принимал. Чё это он вышел, а потом опять возвращается. Ха, странно. Ладно, с этим я разберусь вне серии. Ну, а сейчас давайте мы с вами пойдём на арену посражаемся. Ну, типа, почему бы нет? Сейчас я только поменяю себе, конечно же, робота, потому что этот против Титана был, но нам нужны обычные роботы, стандартные. Так, значит, сейчас пойдём на арену. Я думаю, что там мы должны иметь определённый успех. Всё-таки роботы у нас стали ещё более прокачанные. Это, конечно же, не может не радовать. Поехали. Ареночка. Кстати, сразу здесь получаем наши призы за то, что... О, кстати, 20 тысяч. Слушайте, а сколько мне там нужно было для того, чтобы прокачать Найт Игл? Это, кстати, очень важно, ребят, поэтому давайте чекнем ещё раз. Так, Найт Игл и прокачечка сколько стоит? 60 тысяч, да? То есть, мне всё равно не хватает. Блин, давайте хотя бы вот так немножечко прокачаем для того, чтобы, ну, чисто... Мне всё равно они не нужны. А тут чисто хотя бы плюс 7 урона и то приятно. Ладно, поехали, поехали, ребята. Не хочу долго тормодить, реально хочу уже пойти посмотреть, что у нас сегодня будет интересненького. Хочу обратить ваше внимание. Только сегодня закончился рейтинговый сезон, рейтинговая неделя. Поэтому сегодня могут встречаться очень опасные соперники. Ребят, это вам не конец сезона, когда уже только самые-самые, так сказать, отстойные остались на ранге. Ну, или не отстойные, те, кто просто не играли. Сейчас все могут попасться вообще на изичах. И, кстати, первым же мне попадается, конечно же, энергетический труд. Ах, просто офигенно, ребят. Сразу он мне выжигает половину энергии. Очень классно, очень здорово. Спасибо за игру. Так, давайте я включу на всякий дрона, хотя здесь, конечно, у меня в любом случае будет энерджи-брейк на следующий год. потому что это плюс вот это... А, слушайте, он сможет меня только... Ха, интересно, что он будет делать? А, конечно же, как я мог про это забыть. Так, давайте аннигиляция плюс... Знаете, что, я бы даже поближе подошел. Конечно, я понимаю, что теперь он сможет топнуть разок. У него, кстати, скоро еще это... Слушайте, а сборка-то довольно плохая на самом-то деле. Смотрите, он, выжигает мне сейчас энергии, у меня остается всего лишь 180 энергии, но ему больше нечего делать. Он может теперь дамажить только через дрона. мы приближаемся. Для того, чтобы он топнул, но он больше ничего не сможет. Ему придется использовать Nightfall. Да, скорее всего, энерджи-брейк сейчас уже не будет. Только... Ну, да, только если через... Нормас, нормас, все окей, ребят. Сейчас этого дрона мы добиваем. Два хп у него остается. очень вовремя. И смотрим, что у него там дальше. А дальше у него тепловой. Так, шансы здесь у нас, ребята, определенные имеются. Так, учем, как мы здесь можем. Давайте так, вот так, вот так. 800 хп, я думаю, что наш второй рост засунул. Так, смотрим. Здорово, Святой Патрик тебя ждет. Святой Патрик, ребята, это день Святого Патрика, в честь которого эта шляпа существует. Так, включаем нашего дрончика. Включаем, давайте, арбеймиллятора, чисто по фану, ребят, чтобы снять ему побольше сопротивления. Так, и он начинает нас дамажить, пытается, пытается сделать хоть что-то, но думаю, что шансов у него здесь немного. Так, пройдет, и он на 655 сразу. Блин, какая же классная пуха, надо ее обязательно вкачать посильнее, для того, чтобы она вносила еще больше дэмэджа. Прям очень хочется. Так, хорошо, сразу взяли восьмой ран. Прям сезон только начался, ребята, мы уже с вами, видите, через 6 часов он заканчивается. Один сезон, одна неделя. Поехали дальше. Не будем, опять же, тормозить, хочу посмотреть, что будет еще интересного. желательно, конечно, не самых прокачанных роботов, мне сейчас давать хочется все-таки как-то со средненькими подраться, потому что сезон только начался. Так, и опять энергетически. Не, ну, что за издевай... Хотя, смотрите, ну, он такой, один полностью энергетический, второй наполовину. Так, здесь будет... Надо подумать, ребят, видите, есть регенчик. Есть регенчик, и это значит, что, как бы, мне лучше сделать, ребят. Давайте сделаем вот так. Я понимаю, что, возможно, это не самый лучший ход, но, ребят, мне кажется, это разумно. Вроде бы, не уверен, но вроде бы. Так, и что он дальше будет делать? В принципе, он может мне сейчас очень нормально такой дэмэдж сделать. Ага, хорошо. Знаете, как я здесь сейчас делаю, ребят? Ход конем. Смотрите, раз, два. Чисто, не знаю, чисто на везение, ребят, рассчитываю, потому что... Так, и он. Ага, понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо получилось, да боже ты мой. Блин, это прям плохо, ребята, это прям рели плохо. И что делать? Ну, разве что у меня остается такой вариант. Не, плохо, на самом деле, реально плохо, он сейчас может спокойно встать на вот этот реген, и для меня это будет большая проблема. Он так не делает. Он так не делает. Все, а я тут уже больше ничего особо-то сделать не могу. Ой, как же нехорошо. Считайте, что я сейчас нанес 176, потому что он отыгенился себе спокойненько, и все, не включается на урон. Да, здесь, конечно, у меня, ну, просто супер неудачная позиция, ребят, просто супер неудачная. Я тут действительно мало что могу сделать. Остается вся надежда на то, что у него второй робот слабенький, но... 654, офигенно, просто офигенно. Ну, что, френтик, блюд, не подведи. Френтик, блюд, это просто, ребят, я хочу вкачать ее на максимум. Это реально прям бомбическая вещь. Так, 1600. Здесь лучше это сделать. Знаете, как я сделал, наверное, во-первых, вот так, чтобы его чисто столкнуть, во-вторых, армор и герриатр, и вот так поехали. Не знаю, что здесь у нас получится, ребят, из этого, потому что, ну, выжигать будет сейчас энергию опять, скорее всего, да? Блин, не, ну, здесь, у него на дальний бой есть что-нибудь, ну, в принципе, это есть, а, и френтик, блюд, вообще есть, причем, огненный, скажем так. Давайте сюда. Я понимаю, что он ударит с топора, но у меня других вариантов тупо нет, ребят, просто тупо нет. Надо как-то хилиться, надо как-то хилиться, но, да нет, здесь без шансов, не буду походить даже, потому что, ну, это мой контр-матчап, опять же, я не знаю, почему мне игра все время подсовывает энергетических роботов, ребят, ну, не могу я, они мне выжигают энергию, мне не из чего стрелять, что сложного в этом понять, игра? Ну, вот что сложного? Причем, абсолютно не важно, что, я могу сделать хоть 500 сопротивления энергетическому урону, все равно это не важно, потому что выжигание энергии происходит, и мне не из чего стрелять, все очень просто, но почему-то так. Так, вот смотрите, а вот это уже поинтереснее. Вот это уже поинтереснее. Чисто физика на физику. Конечно, он более прокачанный, мифический. Но посмотрим, это по крайней мере любопытно. Поехали сразу с дрончиком. Подносим дэмэдж. У него хорошее физическое сопротивление лучше, чем у меня, ребят. Но у меня больше хп-сп. Посмотрим, посмотрим. Пока что любопытно выглядит. Пэдов никаких нет. То есть играем по-честному, без всяких подсказочек. Так. Да ладно. Давайте с ним поздороваемся, наверное. Здорово, да, здорово, здорово. И поехали. Энфиляция в Мист Найтбол. Я думаю, что здесь у нас шансы очень хорошие. Думаю, что реально хорошие шансы. Хотя у него дробовик неплохой, согласен. Это, эм... Рокколер, по-моему, называется, если не ошибаюсь. Но, в принципе, для нас это особого значения не имеет. Добиваем. Давай, доб... О, нет! 15 хп... Блин, это самое... Боже мой! Спасибо, игра снова! Чисто 15 хп мы с вами не добили. И за это получаем плюс 200 урона в лицо. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Чего я не могу сказать? Так, давайте тогда так сходим. И... Блин, вот здесь будут проблемы большие. Реально, он... Фу, мифический плюс. У него больше хпшки. Конечно, у меня сопротивление пока же больше. Маленький шанс. Давайте, Френтик Брюд не подвези! О, 600 дэмэджа! Найс! Найс! Слушайте, ну он тоже с Френтик Брюд, мне сейчас кажется. Но внес меньше дэмэджа, смотрите. Блин, не знаю. Как бы мне здесь делать? Если я схожу, ребят, с Френтик Брюд, он может нанести шест... Да не, все равно это проигрыш, скорее всего. А теперь самое смешное. Если бы мне не внесли тогда этот урон, сейчас бы я выиграл. Ну так, чтобы вы понимали, ребят. Просто, чтобы вы понимали. Ох, это игра! Я просто... Ладно, продолжаем, ребят. Я... Все, меня это взбесило. Я буду играть до тех пор, пока не возьму восьмой ранг. Если это займет полчаса видео, будет видео полчаса. Мне пофиг. Буду играть, пока не возьму восьмой ранг снова. Потому что, ну это тупо нечестно. Когда остается совсем немножко ХП, и человек выигрывает за этот счет, мне кажется, это нечестно. Ну, чисто по моим ощущениям, вы, конечно, можете со мной не согласиться. Но я считаю именно так. Ладно, смотрим, что у нас там дальше будет, какой робот. Я... Мне пофиг. Мне нужно выиграть уже теперь как минимум два боя. Надо будет выиграть три боя. Выиграю три. Надо будет выиграть пять боев. Выиграю пять. Главное, что я должен это сделать, потому что я не хочу так... А, энергетический робот. Да, да. Здорово, здорово. Энергетический робот. А. Слушайте, а что он его не взял? Эээ... Стр... Да, это... Мне кажется, он правильно сделал, потому что это как-то странное решение было. Против физика надо брать энергию. Он, может быть, перепутал что-то, может, мискликнул, не туда нажал. Не знаю. В любом случае, для нас это хорошее... О, смотрите-ка. Слушайте, а игра, я смотрю, поняла, что ей без шансов надо мне помогать, поэтому... Хорошо, поехали. Сразу понизили ему сопротивление, ребята. Кстати, робот полный отстой, так, чтобы вы понимали. Так, нас он пытается перегреть и пытается отпрыгнуться от этого бада, но у него здесь мало чего получится, конечно. Давайте еще один Nightycle плюс дрончик. Ай, как мне нравится играть против тепловых роботов, ребята. Это всегда так весело, потому что они просто ничего не могут сделать. Да, они перегревают, это их задача перегревать, но это никак не поможет. Просто никак. Смотрите. Оп, давай-давай-давай. Заканчивай ход. Оп, и откатилась. Хорошо же, пошел. Так, на следующий ход я его добиваю, по идее. Что он здесь может сделать? В принципе, только из-за этого пусть стреляют данные. Больше ничего. Это нормально. Так, давайте Nightycle плюс дрончик добиваем. Смотрим его следующего робота. Что он из себя представляет? Тоже... Мне даже его жалко немного. Почему-то реально немного жалко. Может, хотел спросить, может, поддаться, но он решил. Сам поддаться. Ай, ну вот это ладно. Игра все-таки поняла, что со мной не надо спорить, что все-таки, как бы, восьмой ранг я настроился, значит, получу. И решила мне его отдать. Правильное решение, я считаю, правильное решение. Так, что мы здесь можем сделать, ребята, интересного? Я бы, на самом деле, так, электрический урон, энергоурон, восстановление. Блин, может прокачать себе, так, энергия, восстановление. Может прокачать себе восстановление плюс 2%, это может быть достаточно неплохо. Физический урон все-таки сложновато будет сделать. Охлаждение, тепловой урон. Либо только энергию, либо давайте я прокачаю восстановление энергии, потому что, ну, все-таки это действительно может быть полезно. И урон против титанов тоже прокачаю плюс 1%, пускай дополнительный урон в титанов будем вносить. Мне как-то не жалко эти монеты потратить. Так, ну что, ребята, восьмой ранг мы с вами взяли, я считаю, что мы с вами молодцы. Если вам понравился видос, обязательно поддержите его лайком, обязательно подпишитесь на канал, ребята, это очень важно. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. С вами же был Чинацкий, увидимся уже, блин, 3000. Давайте-ка, ребят, побыстрому что-нибудь сделаем на 3000. Ну, прям реально хочется прокачать Найт Игл при вас. Давайте сюда пойдем, я думаю, что 3000 в рейде я должен получить. Понимаю, что это немножко затягивает видос, но я хочу реально прокачать Найт Игл вот прям, прям в прямом эфире, так сказать. Если только рейд не будет тормозить. Так, ну, хорошо, отлично. Как раз заодно рейд с вами выполним, это все равно тоже хороший вариант. Так, сначала танки. В принципе, здесь все уже по стандарту, ребята. Я понимаю, ну, можно иногда ваншотить, иногда ваншотить не получается, это все абсолютно стандартная ситуация. Не нужно переживать, если вы, допустим, на рейде и у вас не получилось ваншотить. Вот, например, сейчас, видите, я получил дополнительный урон. Да, иногда это, конечно, печально, но, ребят, если вы не можете ваншотить абсолютно всех, то вам этого, в принципе, смысла нет. Единственное, что если вы на перегрев играете, конечно, рейд на перегрев, это тоже очень хороший вариант. То есть, смотрите, вы тупо перегреваете, если у него всего лишь число тепла, вы можете, в принципе, за один ход вполне его перегреть. Но это надо собирать специального робота. Я этим еще не заморачивался, пишите в комментах, если вы хотите, чтобы заморочился и создал реально сборку вот именно на рейды. Чисто максимальный перегрев, там, вплоть до, не знаю, тысячи, может быть, перегрева. Не знаю, как это получится, у меня, в принципе, таких, хотя я, наверное, в ближайшее время не буду, потому что мне надо прокачать моего второго робота сначала, а потом уже можно сбориться перегревом. Посмотрим. Так, и главный, главный челикс, давайте посмотрим, что у него, он как раз-таки на перегрев. Вносим с аннигиляции и на следующий ход спокойненько его добиваем. Тут, в принципе, тоже ничего, ну, ничего не было. Главное, что за это мы получили денежки, которые сейчас мы с вами вкачаем в Найт Игл, и это будет очень даже интересно посмотреть, сколько же урона он будет наносить уже прокачанной, так сказать. Так, давай, хорошо, отлично. И улучшение. Теперь берем с вами Найт Игл, теперь ставим сюда вот эту штуковину. 60 тысяч, слушайте, а он же, по-моему, дешевле стоил, нет, было же 57, если я не ошибаюсь. Может, конечно, ошибаюсь. Давайте до 15-го вкачаем. Блин, мне нравится такое, потому что здесь реально повышается урон, как вы видите, иногда действительно даже там единички урона играют роль, поэтому здорово, что у нас у 20-го уровня теперь. Ну что, еще раз с вами попрощаюсь, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, все это очень важно. С вами был Ченназ, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока.